Я думаю, что никто не будет спорить с народной мудростью, что под лежачий камень вода не течет. И поэтому, если хочешь что-то менять в лучшую сторону, действуй, созидай, не с той стороны. И если не голосовал, то потом не требуй и не жалуйся. Эта программа в полный голос, и вот о чем поговорим сегодня. Мы доказали, как всегда, миру, благодаря нашему президенту, стратегической политике нашего государства, о том, что белорусы действительно нация, которая имеет высокий уровень политической культуры и ответственности. Цена эндопротезирования коленового летозабедренного сустава за границей в зависимости от страны европейской стартует от 5, 6, 8 тысяч евро и выше. А у нас бесплатно. Абсолютно бесплатно для граждан Республики Беларусь. Наше общество, наконец, созрело. Но для дозревания понадобилась та трагедия, которая у нас по соседству. То есть это нужно было видно, чтобы случилось, чтобы люди начали понимать, что так могло быть у нас. Итак, это программа в полный голос. Здравствуйте, я рада представить вам наших гостей. Сегодня это Игорь Борисович Коско, главный врач Могилевской областной детской больницы, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Андрей Владимирович Мартыновский, председатель Могилевской областной организации Республиканского общественного объединения «Белорусское общество Красного Креста». Артем Александрович Бобров, врач-травматолог-ортопед, заведующий травматологического отделения Могилевской областной клинической больницы. И Дмитрий Александрович Роговцов, проректор по воспитательной работе Могилевского государственного университета имени Аркадия Кулешова, кандидат политических наук, доцент, аналитик Белорусского института стратегических исследований. Выборы в парламент и местные советы, то событие, которого мы так долго ждали, к которому мы готовились, состоялись. К событию этому готовились очень обстоятельно. И прежде чем приступить к беседе, я хочу, чтобы все еще раз услышали слова президента, сказанные в единый день голосования. Чего добилась Украина? Ну, она же уже такая демократичная, дальше некуда. И эти обезумевшие, особенно европейцы, ладно, американцы, понятно, чего они хотят, но эти чего подвякивают там? Они говорят, что в Украине истинная демократия. Вам нужна такая демократия, как в Украине? Нам не нужна. Никому не нужна война. Вот к чему провела их демократия. Как же эти слова попали в точку? Мы в своем доме живем так, как нужно нам. И радует, что явка на выборах была достаточно высокая. Дмитрий Александрович, продолжите, пожалуйста. Ну да, надо отметить, что впервые в истории нашего государства проводился единый день голосования. Граждане получили несколько бюллетней, придя на свои участки для избирательной участки. И отмечаем, что после событий 2020 года хорошо проработали органы государственной власти, политические партии, которые вновь созданы, либо которые прошли перерегистрацию. Институты гражданского общества в лице Белорусского Красного Креста, Белорусского фонда мира и общества знания, которые провели информационно-разъяснительную работу с населением. И явка на единый день голосования более 73% по стране составил. Могилевская область, как всегда, и это действительно отмечается, что здесь наиболее живут государственно ориентированные граждане, избиратели, более 77% демонстрируют то, что общество дало отклик, случилась обратная связь между государством, партиями, властью и народом. То есть действительно на примере, не зря наш президент говорит, Украины какие там якобы демократии, население понял о том, что надо важно, ответственно подойти к принятию решения в единый день голосования, чтобы в парламенте, в Нижней Палате оказались профессионалы. И, конечно, профессиональные люди и специалисты в своем деле были на уровне местных органов самоуправления, то есть советов депутатов всех уровней. Поэтому мы доказали, как всегда, миру, благодаря нашему президенту, стратегической политике нашего государства, о том, что белорусы действительно нация, которая имеет высокий уровень политической культуры и ответственности как за настоящее, так и за будущее себя и своих детей. Но мне кажется вообще, что гражданская позиция сейчас белорусов в связи с теми событиями, которые происходят, начиная фактически с 2020 года, люди переосмысливают, гражданская позиция становится такой более уверенной, более ответственной. Как вы считаете, Андрей Владимирович? Выборы — это прекрасная возможность поучаствовать в политической жизни своего города, своей области и всей страны. И надо сказать, что эта возможность предоставляется каждому гражданину раз в несколько лет, поэтому очень важно отнеслись к ней очень ответственно и с большим чувством сопричастности. Эти выборы, которые состоялись у нас в стране, они действительно показали достаточно высокую активность и высокую гражданскую позицию нашего населения. И с детками маленькими? Вели с деточек маленьких за ручки, показываете? Я традиционно, даже на своем примере, я принял участие в выборах, в основной день голосования, и я взял с собой своих детей. Потому что, на мой взгляд, это очень важно. Для того, чтобы дети прониклись вот этой атмосферой участка избирательного, чтобы у них сформировать вот эту вот высокую ответственность, сопричастность к этому важному социально значимому событию. Чтобы у них уже сформировалась определенная культура, чтобы они в дальнейшем в своей самостоятельной жизни также принимали участие в этом социально важном и значимом событии. А сколько лет вашим детям? Моим детям дочери 14 лет, сыну 8 лет. Дочери еще немножко, да, и уже тоже будет сама выбирать. Да, действительно, эти выборы, как уже было сказано сегодня, прошли на высоком организационном уровне, и они действительно были праздником для каждого избирателя. Я посетил тоже свой избирательный участок. Я бы тоже окунулся в эту атмосферу праздника, получил даже заряд какого-то хорошего настроения. Дети получили какие-то небольшие там угощения. И действительно, это был праздник для каждого избирателя. Какие у детей были впечатления, если вы обсуждали это в семье потом? Мы обсуждали, дети мне задавали вопросы, что такое выборы, да, с какой целью они проводятся, кого мы будем избирать, кто такие депутаты. То есть был живой интерес к этой теме. Я им дал исчерпывающие ответы на эти вопросы. Но когда они уже сами пришли на участок, все это увидели, прочувствовали вот эту атмосферу избирательного участка, я убежден, что и в дальнейшем у них сформируется такая вот правильная культура участия вот в этих избирательных процессах. Вообще активная гражданская позиция, она не только формируется, но и меняется отношение к тому, что происходит. Игорь Борисович, вы часто встречаетесь с коллективами, с людьми по сравнению с 2020 годом, например. Какие произошли изменения? Вы чувствуете это? Мне кажется, что это уже заметно. Вы знаете, имея вот опыт, достаточно большое общение и с трудовыми коллективами, и с гражданами на собраниях граждан, я могу сказать, что кардинально изменилась ситуация. В первую очередь, я хочу сказать, наше общество наконец созрело. Но для дозревания понадобилась та трагедия, которая у нас по соседству. То есть это нужно было видно, чтобы случилось, чтобы люди начали понимать, что так могло быть у нас. Абсолютно та же самая ситуация, наша Могилевская земля стала бы ареной тех событий, которые сейчас происходят на Донбассе. Поэтому на сегодняшний день общаться с трудовыми коллективами уже гораздо интереснее. По крайней мере, нет штампованных фраз, однотипных везде, куда не придешься одними словами какими-то говорят, которые нахватались из интернета или еще неизвестно откуда. Сейчас есть общение. Да, может быть, у кого-то какая-то иная позиция. Но, по крайней мере, сейчас возможны дискуссии, и люди тебя слышат. И вот это кардинально меняет ситуацию. И очень важно людям разъяснять, потому что, давайте еще раз вспомним, что говорил президент совсем недавно, не так просто бороться с этой так называемой мягкой силой, которую нам навязывают с Запада, самой опасной. Президент сказал, я зачитаю, сегодня наши беглые и их зарубежные кураторы от спецслужб прорабатывают три основных сценария своих действий на данный период. Я сразу к третьему перейду. Третий сценарий резервный. Игра в долгую с широким задействованием инструментов мягкой силы на случай провала первых двух вариантов развития событий. По сути, эта игра не прекращалась, сколько существует суверенная Беларусь. Когда ты видишь врага в лицо, это одно. И совсем другое, когда он начинает подтачивать тебя изнутри. Бороться с этим достаточно сложно. В преддверии единого дня голосования очень старались оппозиционные средства массовой информации, как всегда, раскачать общество. Так что даже глотали наживку, не глядя. Мы решили провести журналистский эксперимент и узнать, насколько непрофессионально, доказать, вернее, насколько непрофессионально работают оппозиционные журналистские редакции. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Слово журналисту Виталине Петрусевич. Начнем историю с того, что Змагарский сайт опубликовал вброс об ужасных условиях в Белынчской больнице. Белорусска показала, как выглядит больница в Белынчах и прислала фото из районной больницы. Это ужас. В каких условиях они нас лечат. Вы только посмотрите на это постельное белье. Оно не стиралось с момента покупки. В ванных душа нет. Посмотрите на их туалеты, как после бомбежки. От чего можно вылечиться в таком холоде. И прикрепили фотографии этого ужаса. Браво, Змагары! Что вам подкинули, тем вы и подавились. А теперь слушайте правду. Та самая белорусская, которая якобы возмущена тем, что происходит в Белынчской больнице, это я. От имени простой белорусский отправила в чат-бот Змагарской редакции короткое сообщение с жалобой на Белынчскую больницу и бросила пару фотографий. Весь эксперимент затевался для того, чтобы еще раз подтвердить подозрение, что Змагары и близко не проверяют никакую информацию. Им лишь бы раскачать страну. На самом деле в Белынчской больнице все хорошо. А вы что про врачей скажете, про условия нахождения в больнице? Условия отличные, я вам скажу. Не у каждого дома, наверное, есть такие условия. И по питанию тем более. Каждый день уборка, влажная уборка. Прямо уже надоедают, понимаете, в другой раз. И утром и вечером уборка. Еще пишут, что очень холодно, мерзнете, говорят якобы. Так, а температура, что говорят, это не важно. А что чувствуете вы? Мне тепло, даже жарко. Ну вот, и нам так же. Ну, комфортная, да, для пациентов? Комфортная, тепло, хорошо. Вот обновленная палата. Все чисто, аккуратно, просторно и светло. В других палатах такая же ситуация. Это белорусская реальность. А фото, которое я отправила беглым журналюгам, это снимки и статьи в интернете про литовскую больницу. Жительница Вильнюса поделилась видами прекрасных условий медучреждения. Здесь страшно, говорит она. Можно подцепить какую-нибудь болезнь. И все это европейская реальность. Так что еще раз, не ведитесь на то, что вбрасывает оппозиция. Ведь она зарабатывает на вранье и вашей доверчивости. Обратите внимание, что чаще всего раскачивает общество через болевые точки, а медицина, например, одна из самых болевых. Потому что человек всегда волнует его здоровье, здоровье его родных, близких. Поэтому это особенно в условиях, мы видим, проходила избирательная кампания в условиях повышения заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и другими инфекционными. Поэтому попытались, они ухватились за это. Кроме того, хочу, конечно, поблагодарить наши доблестные СМИ, которые активно провели работу. В силу того, что тут врачи находятся, сделали прививку, соответствующую для граждан. Даже показывая соответствующие бюджеты. Потому что, как политолог, мониторя паблики соответствующие, оппозиционные, видел, как непроверенная информация, как фейки создаются, выбрасываются. Это действительно показывает о том, что мягкая сила манипулирования общественным сознанием, мнением пытается использоваться. Но будем отдавать должность, что с 2020 года целенаправленная систематическая работа средств массовой информации, лидеров общественных мнений, парламентариев, депутатов местных советов, политических партий, общественных объединений. И действительно повернуло сознание наших граждан к тому, что должна существовать информационная гигиена. Мы же ничему не верим, не так доверяем, что написано на заборе. Почему, если написано в паблике каком-то, каком-то непонятно, не зарегистрированным либо экстремистским средством информации, это соответствует действительности. Поэтому такая работа должна продолжаться, и это будет как залог противостояния вот этой вот мягкой силы, как говорит наш президент, которая будет использоваться в долгую. Тем более мы не успокаиваемся в 2025 году, и президент об этом заявлено сожидает еще важная электоральная кампания, выборы главы государства. И глава государства. Где мы будем готовить. Да, и не только, он сказал о том, что он будет участвовать в выборах. Я думаю, что большинство белорусов были этому очень рады, потому что мы ждали, мы верили, надеялись на это. Я хочу поддержать коллегу, все вот эти вот информационные сбросы, это действительно надо воспринимать как элемент проведения вот этой информационной войны, гибридной войны, которая вот сейчас происходит. Люди, специалисты, которым за это платят деньги, я считаю. И немалые. И немалые выдергивают из контекста какие-то отрицательные факторы, которые, наверное, есть у всех. Формируют их им как выгодно, и вот их излагают для того, чтобы создать такую негативную картину. Я считаю, что если есть пропаганда, должна быть контрпропаганда. Нужно больше рассказывать о том большом количестве положительных моментов, которые есть в нашей жизни, в том числе и в системе здравоохранения. И то, что действительно сохранен территориальный принцип медицинского обслуживания. То, что у нас высокая доступность медицинской помощи при высоком качестве. Что многие демографические медико-социальные показатели по системе здравоохранения у нас тоже на уровне европейских и лучше, чем в целом ряде стран мира. О том, что очень многое делается по укреплению материально-технической базы. Даже на примере нашей области видно, что ежегодно строится, модернизируется целый ряд объектов. И мы к этому еще сегодня подойдем в сфере здравоохранения. Закупается суперсовременное оборудование, обучается персонал. То есть действительно очень многое делается хорошего, положительного в системе здравоохранения. А вот эти все взбросы нужно расценивать как элемент информационной войны. Нужно правильно понимать, быть к ним готовыми и проводить работу по контрпропаганде, по активной информационной работе. Артем Александрович, хочу у вас спросить. Смотрите, вы обратили внимание. Ведь наша Белыническая больница, Белыническая, это больница районного центра. Выглядит в миллион раз лучше, чем вот эти кадры, которые мы видели в Вильнюсской больнице. Что вы по этому поводу думаете? То, что мы видели на видео, больницы выглядят гораздо лучше. Я хочу сказать, что сейчас, на сегодняшний день, идет реконструкция многих учреждений здравоохранения по области, в том числе районных больниц. И мне иногда в связи со спецификой своей работы приходится там бывать с визитами, с какими-то мониторингами, консультациями. И да, действительно, есть учреждения здравоохранения, которые выглядят очень даже достойно. Остальные к ним стремятся. Но выглядеть достойно, опять же, мы говорим, это еще не все. Что вам еще импонирует, когда вы бываете на районах и чувствуете, что там происходит? Как работают люди, как работает персонал? Люди, медицинский персонал там работает, в общем-то, так же, как и вся система здравоохранения. То есть они полностью отданы своему делу. Постоянно оказывают помощь. То есть они в постоянном сотрудничестве с вышестоящими учреждениями, с учреждениями города. Вы помогаете, консультируете где-то в каких-то вопросах? Да, конечно. Мы их консультируем. Мы консультируем пациентов, мы их консультируем очно. То есть пациенты приезжают к нам, их к нам привозят. Наши специалисты выезжают в район и смотрят там пациентов. Есть хорошая система телемедицинского консультирования. Это когда нет возможности пациента привезти непосредственно в областной центр, всю его информацию отправляют по сети интернет, и ее уже консилиум специалистов изучает на месте. Так работает по всем специальностям, и, в общем, эта система дает положительный результат. Ну вот мы говорили о новых проектах. Если заглянем в инвест-программу Могилевской области на 2024 год, я зачитаю, видим, что немалое количество средств направляется именно на здравоохранение. Это реконструкция Чериковской центральной районной больницы. Строительство нового хирургического корпуса в Бобруйской городской больнице. Корпус экстренной хирургии в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи. Все это перечислять не буду, там есть еще объекты в списке. И вот строительство реабилитационного корпуса на территории областной детской больницы. Работы уже ведутся. Что это будет за корпус, Игорь Борисович? Ну вы знаете, мы заканчиваем четвертый этап формирования нашей общей педиатрической службы. Мы ее объединяем на одной базе. И этот корпус будет, скажем так, у нас такое общее название восстановительного лечения. Это будет вся реабилитационная служба, как раннее вмешательство, так и сопровождение детей с проблемами в состоянии здоровья в более старшем возрасте. Там же будет сурдологопедическая служба, там же будет физиотерапевтическая служба для всего стационара. И там же будут диагностические кабинеты, которых на сегодняшний день не достает в Могилевской области. В частности, кабинет магнитно-резонансной томографии для проведения исследований у детей. И до сегодняшнего дня все дети до 5 лет направлялись в республиканские центры для проведения МРТ-исследований. Там мы эту проблему снимаем. То есть мы все локализуем уже на территории одной базы. Ну и плюс мы улучшаем условия пребывания детей с ограниченными физическими возможностями. Это и безбарьерная среда, ну и, скажем так, комфортные условия пребывания. Мне кажется, что детки-то особые пациенты. Поэтому позвольте я от имени жителей Могилевской области, которые все знают о вас, о вашей трудной работе, поблагодарю вас за эту работу. Ну и в целом, конечно, медиков. Потому что мы понимаем, что работа – это труднейшая, сложнейшая. Это не просто работа с людьми, это огромная ответственность. Поэтому я вас за это благодарю. Спасибо, но хочу сказать, что мы действительно стараемся. Вся система здравоохранения очень старается. Это видно. И эти оценки, они уже слышны от людей. И это важно, потому что всегда хочется достучаться до вас, уважаемые наши зрители, чтобы вы понимали, какая это тяжелая работа, каким трудом это дается. И это не просто так. Это помощь государства, это работа людей. Это не то, что пришло к нам просто откуда. Уже настолько привыкли к этому, что некоторые просто этого не ценят. А это нужно ценить, и это нужно понимать. Я бы еще хотела остановиться на вопросах медицины. Учитывая, что у нас более чем достойное медицинское представительство. Но для начала я хочу поздравить и Андрея Владимировича Мартыновского, и Артема Александровича Боброва с почетнейшим званием «Человек года Могилевщины». Андрей Владимирович, давайте начнем с вас. Какие чувства испытывали, когда поднимались на сцену, понимая, что труд ваш оценен, и вы названы «Человеком года Могилевщины»? Вообще, процветание любой страны зависит от достойного труда каждого его гражданина. И как сказал глава нашего государства Александр Григорьевич Лукашенко, для того, чтобы не бояться своего будущего, настоящее нужно строить своими руками. Очень приятно, что дана такая высокая оценка на уровне области работе Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста. Действительно, создание кризисного центра, этот проект, он был изначально достаточно сложный, амбициозный, требовал действительно значительных усилий, и некоторые даже партнеры не верили, что мы сможем все-таки его реализовать. Само крупный центр, насколько я понимаю, в республике. Но, несмотря на все это, нам удалось создать кризисный центр. Действительно, проделана очень большая работа, потому что было большое помещение, требовался большой объем ремонтных работ, замена, смена коммуникаций, требовались материальные ресурсы, которые тоже мы изыскивали из различных источников. Большую нужно было и организационную работу провести, потому что мы в этом помещении локализовали все наши организационные структуры, районные организации. Кто там сейчас уже проживает? Уже первые жильцы там были, насколько я знаю. Да, и кроме того, что просто нужно было создать стены и крыши над головой, нужно было потом вдохнуть жизнь в этот кризисный центр и организовать всю эту работу. На данный момент в центре проживает 4 человека, 3 гражданина Индии и 1 гражданин Украины. Причем, надо сказать, кризисный центр наш, это не просто крыша над головой, это возможность получить информационную помощь, консультативные услуги, гуманитарную помощь, ну и, конечно же, социальное сопровождение прибывшим от мигрантов на территории Республики Беларусь. Действительно, проделан большой объем работы, это заслуга всего коллектива. И очень приятно, что на таком высоком уровне дана такая положительная оценка. Но я эту награду расцениваю как дополнительный стимул и весь наш коллектив для того, чтобы двигаться дальше, еще более эффективно решать поставленные задачи. В то же время это накладывает на нас и высокую ответственность за вот это высокое оказанное доверие. Это, конечно, несомненно, не позволит нам останавливаться на достигнутом. Мы и будем дальше отдавать всех себя на реализацию всех наших задач, на более еще эффективную и качественную работу. И особенно это, конечно, актуально в год качества, когда усилия всей страны, всего общества направлены на улучшение качества жизни людей, на улучшение качества продукции, услуг, на стимулирование инициативы и на формирование, самое главное, личной ответственности каждого за результаты его труда. А потому что не будет личной ответственности, не будет хорошего результата. Это уже ясно и понятно. Всего звания «Человек-году» достойны 15 человек. Наши корреспонденты расскажут подробнее. Лауреаты специальной премии областполкома – люди разных профессий. Но каждый из них на своем рабочем месте проявил лучшие качества как человека, так и профессионала. Общественно-политическая деятельность. Кондратив Игорь Викторович, продюсер телерадиокомпании «Могилев» Игорь Кондратив. А вот тренер-преподаватель областного центра Олимпийского резерва Вадим Бокач приветствовал всех онлайн. В день награждения сборная Беларуси по пляжному футболу, в составе которой Ибокач впервые вышла в полуфинал чемпионата мира в Дубае. У Кировского района сразу два лауреата. Повар знаменитой «Смаженки» гордится своим народным брендом. В прошлом году кафе реализовало миллион «Смаженок». К нам, получается, заезжают все туристические маршруты. Если, например, они едут в жилище, они останавливаются. Вот вы представьте, с целым автобусом, целый автобус людей, и все к нам заходят. У нас, конечно, тогда много людей очень вообще. Я считаю, это не лично меня оценка, а нашего коллектива. Вот, поэтому хочу пожелать нашему коллективу, прежде всего, крепкого здоровья, мирного неба над головой. Чтобы мы имели возможность трудиться, трудились, добивались результатов. Руководитель хозяйства, представитель ЖКХ, врач. Награды достойны люди самых разных профессий. Они работают на совесть и любят свою страну. И сегодня берет гордость и за нашу страну, и за нашу родную Могилевскую область, потому что сегодня в области делается очень много. То созидание тех трудовых коллективов, которые трудятся на Могилевской земле, направлено на долгий, устойчивый, прочный мир нашей республики. Артем Александрович, когда вы поднимались на сцену, получая звание человека года, прозвучала цифра, которая меня просто потрясла. А цифра эта была следующая, что за год вы успели сделать более 500 операций. То есть мы понимаем, что в году 365 дней, да, плюс треть, ну, где-то четверть мы отнимаем на выходные, да. И получается, что в день у вас по несколько операций. Расскажите, как вы все это успеваете? Потому что, ну, врач – это совершенно, мне кажется, уникальная профессия. Это люди достойнейшие и которые вызывают неизменное уважение у всех нас. А дело в том, что вообще специфика работы в хирургии, в операционной, в травматологии, в частности, такова, что каждый доктор, в каждой операции участвует несколько врачей. Это от двух до трех-четырех сотрудников. И то есть если действительно посмотреть, что операции у нас делаются пять дней в неделю, они делаются от восьми до десяти и больше в день, а иногда они еще делаются вечером, ночью, по выходным и праздничным дням, и каждый доктор участвует ежедневно в нескольких операциях, в двух-трех, то я думаю, что даже моя цифра – это не самая большая цифра. То есть есть еще более внушительная. Скромно знаю. Да, потому что только по нашему отделению за год делаются тысяча восемьсот операций. Это по одному отделению. Таких отделений в области несколько. А если взять еще всю службу по области, там за год это больше восьми тысяч операций делается. Артем Александрович, один из таких вопросов, который был недавно наболевшим, но сейчас он снимается. Это протезирование, отечественный эндопроцесс, я так понимаю, коленного сустава. Была большая очередь, но очередь это сейчас, насколько я знаю, она уже невелика или ее вообще нет. Вот об этом подробнее расскажите. И у нас уже есть отечественный эндопротез. И я уже знаю, что пробовали уже у нас в Могилеве его ставить. Какие успехи, что как? Расскажите. Что касается очереди. Мы, наша служба, руководство здравоохранения Могилевской области, она в течение последних нескольких лет проводила большую работу вообще по актуализации листа ожидания на эти операции, по какой-то реорганизации, по улучшению, направлению, перенаправлению пациентов. И эта работа, она происходит ежедневно. И да, мы добились определенных успехов. Мы максимально сократили время ожидания операции по тазобедренному суставу. Оно сейчас по области не превышает пяти месяцев, ну, в зависимости от по учреждению. А было во времена повышенного всплеска инвекционных заболеваний, это был 2020-2021 год, время ожидания увеличилось до года и выше. И поэтому приходилось все вот это перераспределять, чтобы людям оказывалась помощь. Чтобы быстрее. Что касается коленного сустава, на сегодняшний день нам удалось сократить эту очередь по области время ожидания менее года. То есть раньше это занимало 3-5 и более лет. Это уже очень много, если у человека уже проблемы. Да, да. Вот поэтому этим мы занимались. Что касается эндопротезов коленного сустава, отечественного производства, мы не то, что их пробовали, они уже активно внедрены в Могилевской области. Пока, к сожалению, только в одном учреждении, в Могилевской областной клинической больнице. Ну, то есть это вы делаете? Это да, это делаем мы, но с поставками дополнительного количества эндопротезов и инструментария учреждения будут расширяться. То есть это будет и в городе Могилеве, может, даже и в каких-то районных центрах. Вот мне очень хочется, чтобы вы сказали, как специалист, у нас, знаете, как заведено. Если, значит, заграничное, значит, хорошее, а наше, тут еще подумать надо. А что вы скажете об этом эндопротезе, который отечественный нас сейчас? Вы уже держали в руках, вы уже делали операции, люди уже, дай бог, поправили свое здоровье. Изделие сделано по мировым стандартам. То есть есть определенные требования к медицинскому изделию, в том числе и к эндопротезу. И наши разработчики разрабатывали его сотрудники Белорусского национально-технического университета. Они, безусловно, на это ссылались и проводились определенные клинические испытания. Сначала это было в РНПЦ-терматологии и ортопедии, а дальше изделие пошло в работу по всей стране. Мне вот даже интересно, сколько стоит операция по замене коленного сустава, например, в Европе? Вы знакомы с этими цифрами? В Европе, ну, по данным сети интернет, цена эндопротезирования коленного или тазобедренного сустава за границей в зависимости от страны европейской стартует от 5-6-8 тысяч евро и выше. А у нас бесплатно? Абсолютно бесплатно для граждан Республики Беларусь. Вот представьте, какие это суммы денег, а сколько примерно делается таких операций в неделю, если есть такая цифра, или в месяц? Есть в месяц. Вот, допустим, по клинической больнице, по Могилевскому. По клинической больнице в месяц мы делаем порядка 30-40 эндопротезов тазобедренного сустава. Это абсолютно разные протезы по разным показаниям, потому что там есть вариации. И от 15 до 20 эндопротезов коленного сустава. Вот представьте, посчитайте, какие это суммы. А самое главное, что за этими сухими цифрами стоит улучшение качества жизни тысяч и тысяч людей. Я даже по своим родственникам это могу сказать. И возможность некоторых вернуться к труду и действительно улучшить качество своей жизни. Да, ходилась палочка, а тут уже, как говорится, веселее. Еще раз убеждаемся в социальной ориентированности нашего государства. В начале года, выступая перед активом области, губернатор подчеркнул, что мы будем делать все для создания комфортных и благоприятных условий для жизни наших людей. Давайте еще раз обратим внимание на те моменты, важные, о которых говорил губернатор. Люди в Беларуси привыкли жить хорошо. А потому многим кажется, что все происходит само собой. А если не происходит, то тут, значит, власть виновата. Это как зимой, когда машины для уборки снега должны, по мнению некоторых, оказаться одновременно в тысячи местах сразу. Причем, кто больше всех возмущается, тот вряд ли возьмет лопату и почистит снег у подъезда сам. А власть старается, у людях заботится и деньги изыскивает. Не менее актуальным остается содержание дворовых территорий. Ежегодно на их ремонт выделяется 3 миллиона рублей. При этом на обустройство детских игровых площадок средства не выделялись. В прошлом году в областном бюджете дополнительно было предусмотрено 6 миллионов рублей на обустройство 83 детских площадок. Учитывая положительные отзывы жителей области, в этом году практика выделения дополнительных средств будет продолжена. Наболевшие вопросы – ремонт кровель, стыков стеновых панелей, дворовых проездов и улично-дорожной сети. В прошедшем году целенаправленно выделен ремонт кровель 6,3 миллиона рублей. Это дало положительный результат. В этом году также принято решение о выделении аналогичной суммы. На самом деле найти эти дополнительные средства вовсе непросто. Но люди просят, государство делает, вкладывает немалые ресурсы. А дальше все зависит от нас, от каждого. Государство – это мы. Как будем относиться к работе, такой и результат получим. Недаром губернатор заметил. Государство делает все от него зависящее, вкладывает огромные ресурсы. Но основополагающее – это отношение к людям непосредственно на местах. Оно должно быть справедливым. Я бы даже сказал людским. Очень хорошее подобрано слово губернаторам – людское отношение. Вопрос у меня к вам. Приходилось ли вам сталкиваться с потребительским отношением человека к государству? И как вы на это реагировали, разъясняли ли ему его неправоту? Дмитрий Александрович, давайте с вас начнем. Ну, надо отметить тот факт, что говорили о детских площадках. Мы видим государство, городские власти, областные власти, находятся средства, проводятся работы, восстанавливаются. Но меня, например, удручает ситуация, как люди относятся, например, выгуливают домашних животных на детских площадках. Те же самые подростки, либо другие, более взрослые люди реконструировали, реновацию провели в детской площадке, либо дворовой территории. Начинают с потребительских относиться, считая, что еще приедут, отремонтируют, покрасят, поставят новое какие-нибудь сооружения. В этом отношении мы видим, что действительно потребительство, президент 6-м Всебелорусском народном собрании, если мне не подводит память, в том, что все-таки надо повышать уровень социальной ответственности и граждан. Это то, что действительно, если находятся деньги для модернизации вашей дворовой территории, соответствующей дороги, строительства объекта, социальной инфраструктуры, то эти деньги забираются откуда-то. Соответственно, если сделали вам, с должным образом, ответственностью относитесь к тому, что вам дало государство. Как достучаться вообще, вот мне интересно. Ну, я понимаю, тут, конечно, кропотливая, долгая работа, но и это не будет вызывать популярность среди населения. Потому что даже вот приведем пример, ЦАП показывает нам Вильнинскую больницу, соответствующие фейки. Для наших граждан, например, если рассказывать, многие даже не знают, что вызвать скорую помощь в Европе стоит денег. Ну, уже, наверное, знают. Мы столько об этом рассказывали, мы столько разъясняли. По крайней мере, будем так, соответствующая категория населения, те же самые пенсионеры в сельской местности, в небольших населенных пунктах, об этом не знают, о том, что это стоит денег. У нас ни у кого не вызывает проблему населения не самим добираться до больницы, до поликлиники, а просто вызвать скорую, что у меня, извините, температура, хотя у каждого сейчас в крупном городе автомобиль стоит во дворе, можно выйти, сесть и поехать. Все равно государство обязано предоставить соответствующий социальный стандарт. Вот мне кажется, что с потребительским отношением часто сталкиваются медики. Ну, наверное, да, но все-таки я хотел бы отметить, что такой момент, как и платить налоги. Мы все должны платить налоги. Вот здесь медики чаще всего сталкиваются. Как правило, громче всего кричат те, что у нас тут за все заплачено, кто потом ты встречаешь на рынках, в магазинах, которые пытаются предложить тебе, давайте мы вам эту скидочку сделаем, вот купите подешевле этот товарчик, уходя от налогов. И это четко закономерность прослеживается. Громче кричат те, что за все заплачено, кто не платит налоги. Артем Александрович. Мне бы хотелось сделать акцент для зрителей, чтобы они понимали, для врача, для сотрудника здравоохранения все люди одинаковые. То есть иногда, ну вот я беру на примере нашего отделения, люди приходят, почему у меня операция вот сегодня, а вот у него завтра, почему у кого-то раньше, чем у меня. Приходится объяснять, что вы для нас одинаковые, вы все больные люди, которым требуется определенная помощь. Но есть такое понятие, оно, конечно, не совсем приемлемо, скажем, в мирное время, как медицинская сортировка, но она есть, она есть в любом случае. Кому-то нужно делать быстрее. По показаниям, скажем. По показаниям, да. То есть этот пациент может немножечко подождать, а вот этот ждать уже не может. Его надо лечить вот сейчас. И вот мне хочется, чтобы люди понимали и с пониманием относились в том числе друг к другу. Ну, наверное, Красный Крест, как никто, наиболее часто сталкивается с гражданами, которые в силу тех или иных причин обращаются за помощью. И, надо сказать, мы действительно помогаем тысячам и тысячам уязвимым категории граждан, но помощь Красного Креста — это помощь человеку для того, чтобы он смог в дальнейшем как-то социализироваться и уже перейти к самостоятельному решению своих вопросов. Люди действительно должны понимать, что условием нормальной жизни является труд, что человек должен трудиться, он должен работать, он должен зарабатывать. Конечно, бывают категории, которым самостоятельно сложно преодолеть те или иные проблемы. Тут, конечно, помогают и Красный Крест, и другие организации. Но, опять-таки говорю, это не содержание на протяжении какого-то длительного времени, это помощь на первоначальном этапе. Даже международные организации какие-то, наши благотворительные, это оказание помощи на протяжении 3-6 месяцев. Ну, а если говорить о системе здравоохранения, то пациент, приходя в лечебное учреждение, он тоже должен чувствовать определенную ответственность, что у него есть, конечно, права определенные на получение медицинской помощи, и он должен четко знать, что он может ожидать от врача, от системы здравоохранения. В то же время он должен понимать и свою ответственность за состояние здоровья, что он должен и заниматься спортом, он должен правильно питаться, он должен работать с факторами риска и так далее. То есть только вот в таком обоюдно ответственном подходе к этому вопросу, я считаю, мы сможем эффективно решать эти вопросы по системе здравоохранения. Я благодарю наших сегодняшних гостей и надеюсь, что те посылы, которые мы сегодня вам дали, вы возьмете на вооружение, ну, по крайней мере, услышите, задумаетесь, и этому мы будем очень рады. Это была программа «В полный голос». Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин